Всем привет дорогие друзья, я сейчас покажу вам очень классный карточный фокус. Перемешаем колоду карт, вот таким вот образом, и зритель может сказать стоп в любом месте. К примеру, он сказал вот на этой карте, туз черви. Абсолютно свободный выбор. Подснимем колоду несколько раз, и сейчас я попытаюсь найти всю червовую масть. Смотрите, подснимем колоду, найдем двойку. Вот таким образом. Вот таким образом мы находим тройку. Зритель может сказать стоп в любом месте, к примеру, он сказал вот здесь. Мы нашли четверку. Давайте перемешаем. Пятерка. Теперь подснимем колоду несколько раз. И найдем шестерку. Давайте перемешаем немножко. Подснимем. Ну давайте чуть-чуть побыстрее. Семь, восемь, девять, десять. И подснимем несколько раз, и найдем валет, дама и король. Колоду можно дать на проверку. Карты можно также дать на проверку. Чистая ловкость рук. Итак, как же сделать этот фокус? Фокус довольно простой, но для него требуется большая подготовка. Итак, мы подготавливаем карты следующим образом. Берем от двойки до короля, кладем сверху колоды. Любой мастер, какой вам больше нравится. Положили сверху колод. То есть вот у вас два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Валет, дама, король. Сверху колоды. И туз под одну карту снизу колоды. Вот так. Все, вы готовы показать фокус. Вам нужно показать колоду. Вы скажете, вот обычная колода, перемешана. И говорите, сейчас я ее подсниму. И вы просто убираете Джокера. Вот таким образом. То есть у вас брейк вот здесь. Скидываете всю колоду и одной картой накрываете. Якобы сделали подснятие. И после этого еще одно подснятие. Вам нужно просто убрать Джокера. Либо, если проще. Нет, давайте объясню, как так сделать сначала. Подснимаете. Джокер перевелся на арх. И теперь вот так вот его убираете вниз. То есть якобы два подснятия делаете. Выглядит скорость это вот так. Отснимем колоду несколько раз. Вот так. Вот. То есть вот у вас лишняя какая-то карта. Либо можно сделать просто вот так. Смотри, у меня обычные карты абсолютно. То есть вы показываете нижнюю, показываете верхнюю. И просто ее убираете в центр. Восьмерку ненужную. Вот. Либо вы можете просто начать с того момента, когда у вас туз внизу. Просто так вы сможете показать колоду. И зритель не подумает, почему он именно туза вытащил. Если он вроде как был внизу. После этого вы форсируете туза. Каким образом? Можете вот такое форсирование использовать. Любое число он говорит вам. Ну и вы естественно на числе сдвигаете именно туза. Давайте быстренько разберем это форсирование. Вы сдвигаете вот так карту. И в бок вот так колоду. И достаете, пока он не скажет стоп. А когда он сказал стоп, достаете вот отсюда. Вот. Простенькое форсирование. Либо подснимаете колоду и кладете на брейк туза. И он вам говорит стоп. И вы переворачиваете просто на брейке. Вот. После этого, как только перевернули, возвращаете. Говорите, я посниму колоду. Теперь делайте то, что вы делали в самом начале. Одну карту добавляете наверх. Говорите, я подснял. И теперь все, что вам нужно, это сделать вот такую штуку, которая есть в обучалке Zero Shuffle. Вот так вот она выглядит. То есть вы забираете нижнюю часть и верхнюю карту. И выглядит это как подснятие. И берете с левой стопки. И показываете двойку. После этого левую же стопку накрываете вот так. В скорости это выглядит очень классно. То есть вот, например, вы сделали подснятие. И нашли двойку. Теперь тройку вы проявляете вот таким вот образом. Сейчас как это сделать? Она у вас лежит сверху. То есть сейчас вся ваша пачка сверху лежит. Вы подснимаете свинка там вот так вот влево. Переворачиваете вот эту стопку и делаете брейк на верхней карте. И переворачиваете, сохраняя этот брейк. Скидываете тройку. И теперь вам нужно сделать подснятие. Сделали подснятие. Итак, четверку вы проявляете следующим образом. Вот так пролистываете колоду. Зритель в любом месте говорит стоп. К примеру, вот в этом. И вы просто... Ну вот она верхняя. Давайте я покажу, как это будет выглядеть, если она будет лицом вверх. То есть просто стоп вот здесь. И кидаете четверку. После этого карта у вас находится в правой руке. Вы их возвращаете назад. Далее. Делаете брейк на верхней карте мизинцем. Берете часть снизу. Вот так переворачиваете. Берете этот брейк. Вот, запомните, что у вас здесь карта. И переворачиваете тоже. Теперь пролистываете. И показываете пятерку. То есть это движение переворачивает вашу пятерку. Смотрите. На брейке. Перевернули часть. Накинули наверх. И перевернули под низом. И теперь показываете, что у вас в колоде перевернулась пятерка. Ваш стак остается по-прежнему наверху. Так, вот он весь. После этого вы делаете вот такой продакшн. То есть вы можете сделать там ложные подснятия. Тосовочки делаете обязательно ложные. И теперь вот просто продакшн. Выглядит он вот так. Вы указательным пальцем просто слистываете вот так карту. Вот так. Вниз. И кидаете. После этого вы переводите две карты на низ. Дабл андеркатом. Вот так. То есть у вас брейк. Вы накидываете раз пачечку и два пачечка. То есть теперь у вас получается две карты цифровые здесь. Две здесь. И делаете вот такой продакшн. Вы сбрасываете. И у вас получается верхняя и нижняя забираются. Это первые. И потом еще раз так же. Это вторые. Вот. И потом по порядку их раскиньте. И последний продакшн. Трех карт сразу. Это опять связанное с Zero Shuffle. То есть что вы делаете. Берете нижнюю пачку и верхнюю карту одну раз. И еще раз. Таким образом у вас верхние три карты распределятся по стопкам. Я думаю это понятно. Давайте еще раз. Раз. И два. Вот валет. Дама и король. Вот так вот выглядит этот трюк. Такое вот обучение. Давайте я быстро-быстро пробегу. Сейчас по нему продемонстрирую вам. Итак. У нас есть колода карт. Давайте мы ее перемешаем. Вот таким вот образом. Подснимем. И зритель может сказать, стоп в любом месте. К примеру, вот здесь. Он остается на тузе. И мы сейчас соберем червовую масть. Быстренько. Как мы это будем делать? Смотрите. Снимаем. Еще разок. И вот этим подснятием я нахожу двойку. Вот таким вот образом я нахожу тройку. Вот таким четверку. Вот таким пятерку. Таким шестерку. Подснимем пару раз. 7, 8, 9, 10. И теперь подснимем еще несколько раз. И найдем. Оу. У нас здесь ошибочка небольшая. Но она исправляется очень просто. Это не король. Так ведь? Вот. Да. Кстати, ребята. Умейте выкручиваться из таких ситуаций. Это очень важно. Бывает, что у вас что-то не получается. И обычно это бывает, когда вы карту не ту находите. Либо еще что-то. Но вы знаете, где расположена на самом деле эта карта. Сейчас я просто затупил Zero Shuffle. Либо. Либо я просто, когда делал Riffle Shuffle. Вот так. Накинул одну карту под короля. И поэтому там получилась тройка. Вот. То есть умейте избавляться от таких ситуаций. И добавлять к этому другой эффект. Не просто вот так. Ой, четверка. А подожди, нет. Король вот здесь был. А просто делать сменку или еще что-нибудь. И зритель будет думать, что так и было задумано. Потому что вы сделали еще один классный фокус для него. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Вот такое вот большое обучение. Всем удачи. Всем пока.